Министерство промышленности Таджикистана Напомним, что добычей золота в Таджикистане занимаются 10 компаний Наиболее крупным золотодобывающим предприятием считается СП «Заравшон», на долю которого приходится порядка 70% всего добытого золота в стране и 70% основного капитала которого принадлежит китайской компании «Цзиньфен», в то время как лишь 30% принадлежит правительству Таджикистана Также функционируют и десятки других предприятий по добыче золота, в основном иностранные, тем самым правительство Таджикистана не только допустило к недрам иностранной компании под предлогом инвестиций и разработки, но и стимулирует их к увеличению объема добычи драгоценных металлов В статье 140 проекта Конституции, подготовленном одной из международных исламских политических партий, говорится Каждый гражданин имеет право воспользоваться общественной собственностью Государство же не имеет права разрешать отдельным гражданам претендовать на обладание такой собственностью или только самим использовать ее Также в статье 165 проекта Конституции говорится Запрещается использование иностранного капитала и его инвестирование в наших странах Также запрещается предоставлять привилегии кому-либо из иностранцев Мы попросили Жакирхона Думуло из Душанбе прокомментировать данные нормы Что касается золота, то в нашей религии полезные ископаемые принадлежат всем людям, согласно хадису Люди являются совладельцами в трех вещах Вода, пастбище и огонь А что касается запретности иностранного капитала вообще, то данная норма основана на шариатском правиле Средство, ведущее к запретному, само является запретным Ведь ни для кого не является секретом, что иностранные компании имеют серьезное влияние в наших странах Не говоря уже о тех из них, которые занимаются разработкой полезных ископаемых Секулярное правительство продает нашу землю и наше богатство за низкую цену Невероятно обогащая себя и своих родственников И обрекая простой народ на нищенское существование и постоянное нахождение в трудовой миграции Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...